Кошки нашей кошки. Рыбку кушают кошки наши. Молодцы. Игнатьев, чем вы занимаетесь тут? Да меня тут оккупирует это. Опять непорядок такой. Выбрасывает какие-то таблички. На свой YouTube не могу зайти. Выбросят такую рамку. Какие-то буквы кривые, лохматые. Не поймешь, на что они похожи. Разгадай их. А там буквы бывают... Ну, предложение целое. Я сижу тут ищу, ищу кое-как. Да не поймешь, что за буквы-то. Разгадал. Включаю. Она меня разбрасывает не на мой канал, а куда-то неизвестно. Там какие-то совершенно чужие. Я с них начинаю на себя переходить по новой. Заряжаю. Опять куда-то выкидывает. Что это такое? Звонил. Говорит, то, что у меня несколько человек имеет доступ. Ну, из модераторов. Говорит, это причина. А я стараюсь поскорее сделать. Говорит, а чем чаще делать, тем больше подозрения, что в аппаратуру это заряжено, что будто бы кто-то залез там в... Ну, чужой. Ну, видимо, так и надо. Но мне это совсем не подходит. И ничего не могут сделать. Бился-бился сегодня. Приезжала тут Галя. И вот это... Вот три. Про... Загуляю. Три ролика выставил. А почему выставил? О! Галя добавила в свои круги. Вот она и приезжала. Вот она. Это вчера мы у них были в гостях. Вот. Номер один. Ребятишки играет. Вторая. Это первая у нее, как называется у меня. Музыкальные тропы. Вторая Ливия. Старшая сестра играет. И дальше Прощание на улице. Вот. Она приехала и говорит, а я когда вставил, на время там открыл, Таня говорит, я видел. Она говорит, не могу, у меня аппарат не работает. Так я замок повесил. Ну, замок снял, стало видно. Ну, а дальше-то... Ну, дальше, значит, вопрос. Видно, да, как я поставил. Мы договорились, что не я ставлю, а там администрация. Ну, я говорю, тогда скрутите. Я и поставил-то на время. Кое-что отрезать надо там было. А ты-то где был? Я где был? Ну, так ты присоединяй, еще она у тебя такая. Вот. Потихоньку. Поищи где. Дай-ка я кошек посмотрю. Что они у меня? А, я им рыбы дал. Ну, я им показал, что рыбы едят. Ага. Вот они. Вот они рыбку у меня едят. Ну-ка. Это... Ну-ну-ну. Белые. Это он белый. Самый шикарный. Это мамка его. Я им всем по голове селедочный дал. Ну, и бабушка их старается тоже. Ну, а ты-то что? А-а-а. Вот. Давай. День-то прошел, так бы, как бы, ничего. Ну, у меня тут беспокойство вызвало, что тебя нету. Вот так. Видишь, вот, что тут у нас есть. Так, показать-то даже. Я даже не знаю, что такое в круге. Ну, это сайт такой. Так. Значит, меня интересует то, где ты был. От самого начала. Сейчас-то что еще? Шесть часов только? И вот сколько времени там, как ты где был? Рассказывай давай. Дай-ка мне аппарат. Запишу я тебя. Садись рядышком. Для меня это очень важно. Сегодня утром я ушел работать нашему брату Игору Дубунову. Ну. Там у него дома отделку делали. Ну, и примерно где-то в третьем часу мы пообедали с ним. Только часа два сели пообедали. Погромче говори, побольше. Пообедали часа в два с Игорем Дубуновым. Ну. Вот. И где-то в третьем часу смотрим, кто-то стоит в ограде. Мужчина какой-то. Он немножко не русский. Национальность у него такая. Как бы татарин. Вот. А этот. Игорь выходит. Говорит. А тот. Говорит. Милиция. Он ему сказал. Говорит. И мою фамилию называют. Пащенко Владимира Александровича. Вот. Он говорит. Он говорит здесь. Он заходит. Говорит. Одевайтесь. Говорит. Поедете со мной. Говорит. В центральную ОВД. Вот. И я начал собираться. Он мне. Когда подошел. Пришел. Говорит. Кто такой? Я говорю. Пащенко Владимир Александрович. Он такой. И показал мне сразу корочки. Что старший лейтенант. Ну как он мог найти тебя. Где ты находишься. Вот это не знаю. Что-то я. Как. Я не говорил. Мне не звонили. Как могли тебя найти. Не могу. Иначе сказать. Ну ладно. Это тогда с тебя снимает. Снимает маленько вину. Я сильно беспокоился за тебя. Ну и потом. Ну вот. Я собрался. И мы с ним. Он еще мне поторопливал. Говорит. Я. Говорит. Уже столько времени. Говорит. Я потерял. Искал. Говорит. Почему на звонки не отвечал. Я говорю. Опасался. Говорит. Вышли. В машину сели. А машина какая? Обычная. Гражданская. Машина. Легковая. То есть. Не у ВАЗик. Ничего. Так. А ты поехал. Кто-то знал. Что ты поехал куда-то? Да. Игорь. Игорь знал. Он вам позвонил. Он вам позвонил. Да уж позвонил. Когда позвонил. Уже прошло. Он при нем позвонил. При нем. Ну он. Вот. И. Мы поехали. Приехали в центральную ОВД. Это. Где интернациональная улица. Я только номер не знаю там. Это. Дома у них. Долго ехали. Часа два наверное ехали. Потому что кругом пробки у нас в Барнауле. Во время беседы в машине. Он задал кое-какие вопросы. Там. Как меня зовут. Где я жил. Например. Ну жил он уже знал. Он говорит. Я вас сразу найти не мог. Вы жили на Урале. Где-то прописанный. В Мамотовский район. Поселок Потеряков. А как он знает, что где-то прописан-то. Ну как-то узнал. Ну ты паспорт показывал или как? Нет. Паспорт я ему не показывал. Ну ладно. Дальше что? Вот. Он потом спрашивал. Говорит. А что у вас вообще за деятельность такая вашей общины? Я говорю. У нас благовестие. Жить по заповедям Божьим. Прямо так и сказал. Говорю. Наша общественная именно жизнь. Именно в этом заключается. Спросил, кто организатор этой общины. Я говорю. Лапкин Инатьевич вас назвал. Угу. Что вы. Выдал меня с потрохами. Выдал. Я говорю. Он личность известная. Так что я говорю. В милиции даже. Так что вы можете все это узнать. Наша община зарегистрирована в отдел юстиции. Что там все наши данные находятся. Вот. Ну и что он еще спрашивал. Где это спрашивал. Уже в кабинете? Нет. Он еще в машине немножко поспрашивал. В машине. Я он такой меня. Я начал ему свидетельствовать о Боге. Он такой. А в чем заключается спасение души? Он спросил. Чем вы занимаетесь? К чему это вам вообще. Все это ваши деятельности. Я говорю. Чтоб люди познали Бога. И могли спасти души свои. Угу. Он говорит. А в чем заключается спасение души? Ну я начал ему свидетельствовать. Говорю. Что Бог творец. Создатель неба и земли. Сотворив человека. Дал ему определенные заповеди. Но так как человек согрешил. А возмездие за грех смерть. Говорю. Ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал сына своего недородного. Дабы всякий верующий в него не погиб. Но имел жизнь вечную. То есть Евангелие от Яна 3.16 ему привел. Это центральный стих в Писании. Отсюда все. Говорю. Что Бог творец именно по любви к человеку. Так как человек заслуживает смерть. Окончательно. В аду. По справедливости. По закону Божьим. Но милостью Божьей. Говорю. Господь послал в мир сына своего недородного. И вот так вот засвидетельствовал ему. А хоть имя-то его узнал, фамилию? Ну я не записал сразу. Надо записывать всегда. Бумагу иметь. Руслан Ахмедович. Как-то так у него. Поехал неизвестно с кем. Фамилия Муджаев. Но я не записал. Он так-то показал. Он должен документ представил? Да, он представил. Надо взять записать номер. Когда он выдан номер. Все выписать. И оставить там. Ну это торопились. Ну дальше что? Ну приехали туда. Он завел в кабинет. А еще. Он там что-то останавливался по своим делам. Куда-то пошел. Аж там надо было ему вперед пробежаться. Такой из машины выходит. И говорит. Ты не убежишь. Я говорю. Я Бога боюсь. Говорю. Ну он ушел. А потом подсел. Там куда-то он ходил. Видимо по адресу какому-то. И поехали туда. Центрально. Приехали. Зашли в его кабинет. Он сел. Начал записывать. Объяснительное. Что такое-то. Я Пащенко Владимир Александрович. На начальника. Как у. Ихней милиции. Тоже какая-то фамилия. Не русская такая у него. Камбек. Как-то вот. Я не помню сейчас. Вот. Он спрашивал. Кто был. Там Сергей Пупков был. Я говорю. Михаил Кальмаев. Ну Кальмаев они знают. Там у них протокол был составлен. Вот. Потом. Он спросил. Деятельность нашей общины. Я говорю. Вот в этом и сказал. Повторился еще раз. Говорю. Благовестие. Жить по заповедям Божьим. Говорю. Что. У нас. Говорю. Община. Он говорит. Что у вас. Говорю. У нас богослужения. Собрания. Занятия. Вот такие самые основные. Говорю. Наши моменты. Говорю. И все. У него визитка есть уже. А ты ему визитку додал? Да. Дал. А у него уже была. Ему те передали. Которые мы. Мы же милиционерам то давали. Да это те же самые. Нет. Это другой. А. Ну еще. Вот. Ну он записал. Там. Как я вот говорил об этом. Что. Он говорит. Детский православный лагерь там. Я говорю. Говорю. А там. Говорю. Чем вы занимаетесь. Я говорю. Та же. Говорю. Воспитываем детей в Боге. Говорю. Чтоб жили по запеням Божьим. То есть он так и записал в этом объяснительном. Можешь ребятишек летом отдать скажу. Ну. И все на этом. Говорит. Последнее. Чего он спросил. Говорит. Сколько у вас в среднем ходит в общину? Я говорю. Я не могу сказать. Говорю. Так-то я говорю. Знаешь. Что у нас около 70 человек. Говорю. Все данные у нас находятся в отделе юстиции. Он говорит. Ну хотя бы. Скажите. Сколько. Хотя бы. Примерно. Говорю. Ну человек 50. Все. Говорю. Все. И на этом закончилось. Весь его расспрос. То есть. И больше ничего. Больше ничего. Вы скажи. Преступников ищите не здесь. Повыше маленько бери. Скажи. Он такой. Мне в конце. Это я уже поднялся. Он говорит. Все. Свободны. Я подписался там под документом. Что. Правильно записано. С моих слов. И подпись поставил. Он такой. Ну и что вы. Говорит. Боялись. Говорит. Пришли вы сразу. И все. Говорит. Как я. Я не виновен ни в чем. Зачем я должен идти. У нас скажи. Есть передача такая. Передает Москва. Облака называется. Для заключенных. Специально идет. Многолетняя. Там Абрашкин трудится. Там вот такие знатоки юриспруденции. Все говорят. Вы должны лично мне в руки дать повестку. И показать какая причина. А не то что. Вышли. Людям давали только визитки. Разговаривали о Боге. И вдруг они хватают. Даже представить. Сегодня в смутной Украине этого нельзя. Вчера мне оттуда написала Валентина Пивень. Говорит. У нас этого нет. Любой. Иди свидетельств. И у нас этого не было. Чего не хватает через край-то? Да. Тоже не было. У нас и на вокзале задерживали. Паспорта провели. Отпустили. Да. Благодаря верующим-то еще мир-то и стоит. Ради избранных его. А я ему это и объяснял. Говорю. Мы же Бога боимся. На убийство мы уже не пойдем. Воровать тоже. Прелюбодействовать тоже. А теперь тоже твой адрес известен. Ты скажи. Будет трудно. Обращайся. Ты Бога-то ищи, пока не поздно. Но он выслужил свидетельство от машины. Я ему засвидетельствовал. Там шоферу. Он молча выслушал. То есть он ничего не сказал больше. Ну что, не още говорить. А, у него еще вопрос был. Это они ловят свидетелей Иеговы. Вот откуда. У него вопрос еще был. Почему мы, я же сказал, что мы православная русская церковь за границей. Да. Что вот. У нас Иларион. Он говорит, а почему вы не здесь, не в Московской Патрахии-то? Я говорю, потому что, я говорю, в Московской Патрахии большая часть канонов нарушается, говорю. То есть есть каноны, говорю, в православе, которые идут нарушения. Как симония, говорю, торговля в храме. Вот так вот. И вкратце объяснил им об этом. Ну и все вот это. Он потом отпустил. Потом отпустил. Да. Все где-то можете свободно быть. Больше ничего не было. Ничего? Не было там. Ну а бумагу-то какую-то дал тебе, что больше трогать не будет-то, нет? Нет. Нет. Вот. А наши адвокаты, так сказать, юристы наши отвечали, что, может быть, документ дадут, и тогда можно показывать. Я говорю, я бы пошел, если вызвали. Если заранее договорились, чтобы разрешили пройти по всем кабинетам. Всем засвидетельствовать. Ну и чтобы на бланке с печатью дали бумагу, что мы ни в чем не повинны. И остальные милиционеры, которые будут к нам подходить, чтобы они знали. Нас проверять не надо. Мы уже заштампованы. Ну, Игорь мне позвонил Дубунов. Он говорит, мы, говорит, позвонили Севастьяну. Он меня спросил фамилию. На тот момент фамилию я помнил. Я сказал. Сейчас я вот просто не записывал, забыл. И сказал, что уголовный розыск. Ну да, надо. А ты мог сказать так, без адвоката разговаривать не буду, пока не приедет адвокат свой. И все. Это закон гласит так. На себя ты не имеешь права даже говорить, наговаривать. Да. Это что, надо закон хорошо знать. Ну, я боялся за тебя очень сильно. Думаю, прижмут. Сколько тебе лет-то? 36. 36. Если начнет тебя, скажет, ну, попался тот. А, он еще мне вопрос задал такой в машине, говорит. А почему ты сюда-то, говорит, с Урала-то приехал? Я говорю, потому что, говорю, я приехал сюда, говорю, в 2000-м. В пятом году, говорю, первый раз, говорю. Мне, говорю, понравилось так, говорю, что среди верующих жить, говорю, по Западу Божьим живут, благовествуют, говорю. И, говорю, мне захотелось. Я, говорю, сюда переехал, говорю. Стал здесь жить, говорю. Так вот. А вы здесь живете, ничего не знаете. А до дела-то дойдет. А мы, скажи, каждую ночь за вас молимся. Надо было ему сказать. За охраняющих порядок, за пожарных. Потому что опасная работа и прочее. Милиции удобно работать тем, которые, ну, нравственно высокие. Они могут легко людям добро делать, помогать, спасать. Говорят, с собой жертвовать. А не для того, чтобы самая мафия туда собралась и безобразничала. Сколько пишут, сколько говорят. Оборотни в погонах и чего только нет. И не дай бог это. Так что нам встречаться с ними-то можно, но когда по делу. Ну, у меня все-то да. Слава Христу. На. Парад свой. Ну, ладно. А то я, в общем-то, напугался, можно сказать. Думаю, ты такой, начнешь там болтать, что попало. И у меня был один брат такой с высшим образованием. Приехала милиция. Они его в машину в лагере, он залез. Зачем же ты залез-то? А дальше, что только не спрашивали, он все валил. Все с потрохами. У нас еще нет никакого преступления. Все, абсолютно все. Их это не касается там, что в чашке, сколько ложек. Я уже утрирую просто. Он все абсолютно рассказал. Им это знать не надо. Они приехали по делу. А дела-то никакого нет. И разговаривают у нас не очень. Да. А не раньше было как? Ну, вот вы здесь находитесь. Вот у нас поступило сообщение такое. Там опасный рецидивист убежал из тюрьмы. Ну, и все следы ведут сюда. Как они эти следы увидели? Рецидивисты все сбегают и все к нам в лагерь бегут. В степи, в Потеряевке. Детский лагерь. Им больше спасаться негде, как в детский лагерь к нам. Вот такую гонит Галли Матью. Ну, что с ним разговаривает? То ли он на самом деле уже мозги отшиблены. То ли испытывает. А этот брат еще тут у меня как-то он здесь был. Когда дом этот получили мы. Готовили все. И дежурили по очереди. Ну, и пожарники или кто там пришли. Электрики. Ну, они его спрашивают. А мы еще счетчик не поставим. Ну, первый день. Первый день зашли. Надо все. Счетчик старый пришлось убрать. Электроботку меняем. А он принес плитку и раз, кажется, ее включил. И он тогда им говорит. Так а у нас еще в этой комнате вот здесь вот. Они там стоят. А у нас и розетка есть. Все. Они розетку эту посмотрели. А розетку включал он один раз. Там несколько минут. Они как ахнули там на месяц или на год. Когда тех хозяев уже не было. У нас еще здесь не было. Как накрутили. Я говорю, ты в умельник. Нет, тут платят тогда теперь деньги-то. А где я возьму? Я не знаю. Зачем ты ляпнул-то, что розетка, которой мы не пользуемся. У нас везде стоят счетчики. Но мы только что вошли в дом. Переделали печь. Тут столько делов. Тут все надо делать. И склады, и проще это. А ночью дежурили. Еще ты плитку-то... Зачем ты принесся сюда? У нас и плитки даже здесь не было. Ну... Да ладно уж, Бог так устроил. Я пошел когда туда. Там начальник был Ларионов. Он как-то маленький одноглаз больной был. Ну, очень популярный. Я получал он как раз какую-то награду от Путина непосредственно. То есть высокого звания человека. Ну, и я к нему секретарь провела. Он когда взял документы, я говорю, вот такое дело. Начислили. Да котовы лапки. Да я так давно хотел с вами встретиться. Секретаря сразу крикнул. Бумажку написал. Уберите это все, что никому не должен ничего. Ну, а мне-то это и надо. Ну, а дальше уже стали беседовать. У меня еще книг не было. Газетки уже были. Газеты по крещению, по покаянию. Ну, которые в книге к истинному православию. И мы с ним сколько сидели. Там у него в приемной людей никого не принимают. Вот человек давно искал. А благодаря тому, что брат сказал не так. Вот видишь теперь, как вышло куда-то. Вот. А я ему выговорил. Если бы я вперед-то мог смотреть, я бы сказал, молодец, брат, что ты сказал, что начислили нам деньги такие большие. Но он все это списал, как будто никогда ничего не было. И поневоле вспомнишь, как показывает принц Египта, когда Моисей убил охранника и бежит из Египта, а его этот Рамзеста догоняет и говорит, я утренняя вечерняя звезда. Не убивал ты. То есть убил, он говорит, я сказал фараон. И кто может сказать-то? Его убьют. Никого ты не убивал. Так это интересно. Я про тебя-то узнал, что там вспомнил фильм такой, Михалков Никита поставил. Он называется внучка президента. Когда там пацан от толстоморды сидит, в машине жует, и там к нему приходят, и ребятишки билет у него на елку кремлевскую вырвали из рук. Отец приходит, ну я же тебе говорил не открывать. Ну говорил же. Ну они сказали. Вот я подумал, Володя, ну я же тебе говорил, ты с ними не разговаривай. Сначала должен быть юрист. Они тебя запутают. Запутают и сделают тебя стукачем. Припугнут, и ты все сейчас расскажешь. Где наши кастрюли стоят, где скворечники висят. С ними разговаривать надо тоже знать, как говорить. Меня-то они никогда не обманывали. Разговаривали очень серьезно. Я им свидетельствовал. Что-то спрашивают, а я не должен вам отвечать здесь. Как так? Да это вас и касается. Касается то, что вашего спасения. Вы для того меня и взяли. Поведут перед князьями царями, чтобы для свидетельства. Я для этого, не для того, чтобы о чем-то разговаривать. Иисус не отвечал Пилату ни на слово. Поэтому у нас, у верующих только одно. Или правду, ничего кроме правды, единственной правды. Или ничего не отвечать. Вот по этому принципу надо жить. Я думаю, они тебя сейчас застукают. Да еще припугнут. И будут все время теперь доить тебя. Узнавать, ты поставил прям себя в катастрофическое положение. Думаю, ой-ой, что наделал-то? И поехал. И мне не позвонили. Что ж ты не позвонил-то мне? За тобой приехали. Тогда раз бы мне позвонил. Ну, а Игорь-то вам же позвонил. Ну, он позвонил-то, когда тебя уже нет, увезли. Кого разговаривать-то после... Почему он при мне звонил? Он говорит, Володю забрали, уехал. Откуда я знаю, что... Я скажу из его слов. Володя туда уехал. При тебе он не звонил. Он звонил, когда тебя уже там не было. Я говорю, ничего себе позвонил. Я же тебе говорил, никогда лишнего слова одного не говорить. Они ищут за что зацепиться. Ну, ладно. Господи, направь мой этот... Ай, интернет. Мне плохо без него. Откуда еще мучения идут, понять не могу. Там вроде с нас сняли все обвинения. Ну, вот выставляет эту картинку. Сейчас вот посмотрю, может быть, пропустит. Ой. Господи, поблагослови. Сейчас я запущу на обновление. Нет, пропустила. Ну и слава тебе, Господи. Давай. Спасибо.